Для жительницы микрорайона ферма Вера Михайловна Илюховой долгожданный капитальный ремонт дома обернулся стрессом. Живет она на верхнем этаже дома номер 6 по улице Победы. Рассказывает, ранним утром ее разбудила копель. Только не за окном, а в собственной квартире. Я в 7 часов проснулась, дождик капает. Думаю, слава богу, какой хороший дождик. Потом смотрю, капает у меня. Прихожу, тут течет, там подтек, там подтек. В итоге пострадали кухни, спальня и гостиная. Женщина сразу позвонила в фонд капитального ремонта, который ведет работы. На место сразу приехал руководитель подрядной организации фонда. Чердак осмотрели. Работы здесь ведутся с конца июня. Кровлю частично сняли. И протечки образовались там, где рабочие плохо накрыли стропила брезентом. Должностное лицо не проконтролировал в полном объеме охранные мероприятия на места возможности протечек. К сожалению, протечки были. По примыканиям где-то прошло по веншахтам. Случилась протечка, к сожалению. На сегодня жалобу подала только Вера Михайловна. Подрядчик устранил причины протечек. Сейчас решает вопрос о денежной компенсации пострадавшей. Два варианта развития события. Если мы не сможем договориться с жителем сразу о какой-то денежной компенсации ремонта, то мы будем привлекать непосредственно страховую компанию с независимым экспертом для формирования полного дела страхового, полной суммы выплаты. Подрядчик обещает закончить ремонт крыши в полном объеме к середине августа и более внимательно следить за качеством проведения работ. После крыши по плану должны приступить к ремонту фасада дома. Ирина Сотникова, Вячеслав Шумов, ТВР24 Ранним утром экологический десант высадился на Келарской набережной. Волонтеры общественной палаты и сергиево-посадского отделения офицеры России решили почистить от бытового мусора здешний водоем. По поручению администрации сергиево-посадского городского округа к ним присоединились специалисты горзеленхоза. Келарский пруд расположен недалеко от троицы Сергиевой Лавры и является одним из любимых мест отдыха жителей. Однако горожане и гости нашего города, прогуливаясь по набережной, не всегда пользуются урнами. Много бытового мусора, пакеты, пачки от сигарет, пластиковые изделия, плавали бутылки пластиковые и стеклянные бутылки. Вот в основном такой мусор. В этот раз мусора набралось на три мешка. Через две недели волонтеры планируют провести субботник на Банном пруду. Дарья Леонова, Анна Овчинникова, ТВР24 Сделать сергиев-посад более привлекательным в глазах жителей и туристов – задача, которую общественники поставили перед собой на очередном обсуждении стратегии развития города. Для этого центральную часть сергиево-посада нужно привести к единому стилю с отсылом к историческому облику. Начали с осмотра фасадов зданий и вывесок в центральной части сергиево-посада в районе бывшей служни Слободы, улиц Карла Маркса, Валовой, Овражного переулка и других. Вместе с депутатом окружного совета Татьяной Ильиной в обходе приняли участие специалисты Единого центра поддержки предпринимательства. Мы к следующему обсуждению обратимся к нашим краеведам, к тем людям, которые работали уже над регламентом, чтобы прийти к некоему единому дизайну вывесок и фасадов домов. В сергиевом-посаде уже нашлись предприниматели, которые готовы участвовать в реализации стратегии развития города. В частности, помочь в разработке аутентичного стиля и производству вывесок. Компания в Кубе уже более 10 лет занимается изготовлением рекламных конструкций и оформлением торговых точек не только в сергиево-посадском городском округе, но и по всей стране. Одна из работ – декорации к торговому комплексу «Пушкино парк». Мы делали декорации. Они, соответственно, были с подсветкой, но изделия были с пенопластом. Так как мы пенопластом не занимаемся, нам пришлось обращаться к нашим партнерам. Они нам подготавливали основу, ну и мы ее декорировали подсветкой, соответственно, дальше. В производстве компания старается использовать новейшее оборудование. У нас и бортогип, фрезер, плотер, лазер – это тот минимум, который необходим для производства рекламных конструкций. Ну и сварочный пост еще, соответственно, для силовой конструкции каких-то. Оборудование закуплено почти единовременно. Оно довольно свежее. Раньше было попроще. Мы на нем, скажем так, обучились, обкатали и поставили уже промышленного формата машины. На них сейчас работаем. Мощность и опыт компании пригодятся, чтобы в будущем изготовить необходимые вывески, утвержденные в рамках объемно-пространственного регламента. В ближайшее время в исторической части будут внесены изменения в объемно-пространственный регламент. И, скорее всего, необходимым будет вывески немного видоизменить. Кристина Бадина, Антон Коврижных, ТВР24. Очередной груз гуманитарной помощи от жителей Сергея Посадского округа отправлен бойцам СВО. Депутат окружного совета Андрей Мордасов помогает загружать в машину самое важное для бойцов. Генераторы, масла для их обслуживания, переносные радиостанции и медицинские принадлежности. Мы продолжаем свою работу, потому что ребята наши там остаются. Плюс то оборудование, которое мы отправляем, это фактически расходник. Что-то разбомбили, что-то сломалось, что-то не смогли вовремя, нужным способом обслужить. Потому что, сами понимаете, обстрелы, погодные условия, то есть не всегда можно сходить в магазин и купить какие-то нужные запчасти. Зачастую техника работает до тех пор, пока она просто намертво не встанет и потом с ней уже ничего не сделать. Генераторы – жизненно необходимое оборудование, которое обеспечивает на передовой беспребойную работу радиостанций, квадрокоптеров, тепловизоров и другой техники. Выполняю на спецоперации задачи. Сейчас нахожусь на территории Волчановска. Огромное хотел сказать спасибо людям, Сергея Посада, и кто нас поддерживает, пока мы выполняем там боевые задачи. Ну, что могу сказать. Пока вы нас поддерживаете, мы работаем. Спасибо огромное всем, кто за нас переживает, в тылу поддерживает нас. Бойцам СВО еще не раз потребуется помощь жителей округа, поэтому важно продолжать ее оказывать до тех пор, пока она будет необходима. Кристина Бадина, Антон Каврижных, ТВР24 Сергеев Посад стал финальным городом благотворительного мотопробега. В субботу колонна мотоциклистов стартовала из Красногорска в 10 утра и прибыла к стенам Троица Сергиевой Лавры в полдень. В благотворительной акции в поддержку фонда Ильинской больницы приняли участие более 50 человек. Среди них известный актер Сергей Бурунов, которого многие знают по роли в сериале «Полицейские с Рублевки». Пытаемся собрать средства на операцию одной прекрасной молодой девушки-матери четырех детей. Михаил Игоревич Выборный, мой друг и хирург очень талантливый, позвонил мне, предложил вот такую вот акцию. Мне показалось, она очень человеческой, я согласился. И вот я здесь. Все собранные в ходе мотопробега денежные средства пойдут на лечение Юлии Дормашевой, 38-летней матери четырех детей. Один из них болен тяжелой формой ДЦП. У самой Юлии опухоль поджелудочной железы. Ей требуется срочная операция. Необходимая сумма для лечения – почти 3 миллиона рублей. Ильинская больница – это первая больница в России, в которой есть благотворительный фонд Ильинской больницы. Это первый в России фонд госпитальный, именно клиники. И мы оказываем помощь пациентам по семи направлениям, в том числе при тяжелых онкологических заболеваниях. И этот фонд поддерживает пациентов, которым оказать помощь профессионально-хирургическую не только, могут именно врачи, хирурги Ильинской больницы. В благотворительной акции также приняли участие гонщица, обладательница Кубка мира ФИМ Анастасия Нифонтова и автогонщик, президент Russian Racing Group Илья Кашин. В благотворительность, по слову «влага», мы делаем благие дела. Когда мы узнали, что я узнал о том, что там девушка, мать четырех детей, в которой мы пытаемся помочь, собрать, что тут это было просто предопределено, надо людям помогать. В завершении мероприятия участники мотопробега посетили с экскурсии «Троица» Сергееву Лавру. Дарья Леонова, Антон Коврижных, ТВР24. На Скидских прудах программа общеобластной акции «Ночь в парках» была насыщенной. Одновременно на нескольких площадках шли мастер-классы, игры и выступления артистов. На главной сцене программу открыли клоунады от коллектива «Цирк уехал». На этой площадке гости парка собирались целыми семьями. А вот молодежь предпочла провести время возле рок-сцены, организованной школой «Виктор Звук». Организаторам удалось не только учесть запросы разных поколений посетителей, но и организовать пространство так, чтобы люди не мешали друг другу отдыхать и наслаждаться музыкой. У многих площадок свой звук, своя аппаратура, и им нужно достаточно много места для того, чтобы они не перебивали друг друга. Поэтому мы их немножечко распределили практически по всей территории парка. У нас разве что не задействованы на территории парка, которая находится со второй стороны озера. Вот там у нас зоны тишины, можно сказать. А здесь и поэты выступают, им никто не мешает. Это и краски холи с громкой музыкой, с диджеями, и рок-музыка у воды, и никто друг друга не перебивает. Всё отлично. Традиционно было организовано много площадок для детей. У малышей была возможность выплеснуть энергию, участвуя в игровых эстафетах. Или с головой погрузиться в творчество и создать уникальное оформление для сумки шопера. Для детей и подростков в рамках программы «Ночь в парке» впервые организовали площадку с красками холи и диджеями. Да, вот фестиваль красок успели сходить. Мы немножко опоздали, но последние два захода успели совместных. С красками очень было красиво, зрелищно. Ну, что ещё? Дети вот развлекаются на площадках, на игровых. Всё хорошо, прекрасно. Я промчалась над прудом на этой тарзанке, туда и обратно. Ничего себе. Да, почему ничего себе. По-моему, это очень даже чего себе. Здорово, мне вообще понравилось. Я накричалась, получила восторг. И адреналин приятный такой. Страшно было только тормозить. Лететь вообще не страшно. Если на одном берегу пруда было ярко и шумно, то другой берег посвятили тихому отдыху и прогулкам. Программа фестиваля «Ночь в парке» продолжалась до 10 часов вечера. Татьяна Мельникова, Антон Коврежных, ТВР24. В Театральном Ковчеге в Дубраве состоялся ежегодный фестиваль современной импровизационной музыки «Дубрава Музыка». Ведущие музыкальные коллективы страны представили публике композиции в самых разных жанрах музыки. И особенность, и постоянство этого фестиваля заключается в том, что он верен своей миссии. В этом фестивале есть миссия. Мы находим в Сергиевом Посаде, вроде бы это провинция, с одной стороны. А с другой стороны, это культурный центр. А в-третьих, мы хотим, чтобы это был не просто культурный центр, а одна из культурных столиц нашей страны. А раз мы культурная столица одна из, мы обязаны просто иметь хороший фестиваль современной музыки, хороший фестиваль джаза. Открыл фестиваль его неизменный участник – муниципальный оркестр под управлением Игоря Кончукова. Заслуженный деятель искусств России, композитор, аранжировщик и дирижер Игорь Кончуков возглавляет оркестр с 2019 года. Легенда российского джаза, человек, который сделал очень много для развития джаза и культуры в нашей стране. Его имя, так сказать, красной строкой внесено в историю российского джаза. Я с гордостью принял честь вести его концерт. Это уже одиннадцатый фестиваль джаза Дубрава Музыка. Планка исполнения неизменно высокая. Каждый год муниципальный оркестр показывает зрителю новую программу. Эти произведения мы не играли никогда. Нашим составом не играли произведения. Поэтому это все новинки. Нет, они сами по себе произведения известны. Ну, за некоторым исключением, даже очень известны. Ну, просто вот в таком исполнении будут звучать впервые. В течение трех дней гости фестиваля смогли услышать композиции от бразильского джаза «Эш» и ансамбля традиционного джаза «Москва Рэг Тайм Бэнд» до этнофьюжн проекта «Этносфера». Кристина Бадина, Вячеслав Шумов, ТВР24 Компания «Кухни Микс» предлагает индивидуальные интерьерные решения для вашего дома. 14 лет она специализируется на производстве кухонной мебели, создает дизайнерские проекты по индивидуальным размерам и пожеланиям заказчика. Также предприятие производит шкафы, мебель для ванных комнат, гостиной и офиса. Компания располагает большими производственными цехами. Станковый парк представлен тяжелым автоматизированным и высокопроизводительным немецким оборудованием. Системы оснащены цифровым программным управлением, что позволяет минимизировать процент брака и повысить производительность. В общем, одним словом, мы качество гарантируем и в качество вкладываем зачастую не только качество самой мебели, но и сроки поставки заказов клиентам. В салоне «Кухни Микс» большой выбор образцов мебели и материалов. Столешницы разнообразного дизайна. Столешницы могут из пластика, из искусственного камня, кварцевого агломерата. Фасады, начиная от обычного ламинированного ДСП, заканчивая массивом дорогих уже пород. Специалисты составят дизайн-проект, проведут замеры, помогут подобрать расцветку, фурнитуру и бытовую технику. Срок изготовления и установки кухни – до одного месяца. Гарантия на мебель – два года. Также представлен широкий выбор встраиваемой техники ведущих зарубежных производителей. Действует система скидок. Духовой шкаф-кортинг – в подарок. Салон «Кухни Микс» находится по адресу город Сергеев Посад, проспект Красной Армии, дом 158. Вас ждут ежедневно с 10 до 20 часов без выходных. Салон «Кухни Микс»